Друзья, приветствую! Владимир из Нижнего Новгорода прислал образцы масла Mobil 1 X1 530. Значит, масло имеет допуски как полнозольное А5B5, так и Эльсак GF6A, SP, SN+, SN. Короче, тут полный-полный комплект, набор всего, что хотите. Описание данного автомобиля это Toyota RAV4 с двигателем 2.5, бензиновым. Обозначения мотора, кстати, нет. Общим пробегом 87 тысяч километров, пробег на масле 7000 километров и 170 моточасов. Примерно получается 41.1 средняя скорость. Так, вот баночки. Сейчас я подпишу свежую и приступлю к проверке. Эталон данного масла есть, поэтому я проверю свежие, но примерно на совпадение по значениям и потом проверю отработку. Так, закладываю пару капель и давайте уже прибор тут заканчивает. Я отстаю от него. Противоизносных присадок прибор намерил 108 процентов, очень близко. Гликоли нет, сажи нет. 1,79 кислотная, в эталоне 1,8 разницы. Да, это возможно погрешность. И щелочное 7,5 в эталоне, 7,5 в данном образце. То есть вопросов никаких нет. Кстати, по воде в данном образце 335 ппм, в эталоне 350. Но это настолько маленькие значения, вот эти 15 ппм, что можно им пренебречь. Это меньше погрешности. Так, все. Я думаю, что это масло вопросов не вызывает оригинальность. Можно приступать к проверке и отработке. Да, как я уже говорил, обозначение мотора я сам нашел, написал. Мощность тоже. Поэтому особого внимания не обращайте или поправьте, кто знает. Так, масло эксплуатировалось с мая 22 по сентябрь 22 и использовалось 95 топливо от Газпромнефти. Так, прибор намерил здесь 58% по противоизносной присадке. Это уже только-только зашло в желтую зону. Гликоля нет. Сажи нет. 2,34 кислотная. Считайте 0,55 за 170 моточасов. Отличный показатель. Масло отлично сопротивляется окислению. Всего, по сути, пол единицы. Обычно на обычных маслах это единицы за 200 моточасов. Ну, плюс-минус. И еще приличный запас по щелочному 5,4. Да, и воды даже чуть меньше, чем в свежем. Неплохо масло себя проявило. Так, особо здесь, судя по кислотному, я уже не помню этот эталон, но судя по кислотному здесь есть небольшое количество эстеров. Сейчас покажу вам, что произошло с вязкостью. Свежая отработка. Так, двигатель указан как MPI. Похоже, это прямой. Да, вот смотрите. Даже учитывая такую высокую среднюю скорость, в двигателе много-много масла. То есть, для 170 моточасов разжижение 56% из 100. Сильное разжижение, видимо, уже проливает. Форсунки проливает. Помыть бы их, наверное, не мешало бы. Да, кстати, не забудьте отметить видео, подписывайтесь. Кто не подписался, нажимайте колокольчик. Ну и традиционно, значит, оценка ресурсов данного масла. По мощным нейтрализующим свойствам это 15100 километров, 367 моточасов. По оксидам азота нитрования 16000 километров, 389 моточасов. И приговорено масло по вязкости 304 моточаса 12500 километров. То есть, с нынешней тенденцией нарастания, накапливания топлива, то в масле масло проедет всего 300 моточасов. То есть, здесь есть очевидная проблема. Вот, кстати, стоит отметить, нитрование 389. Как я уже говорил не раз, я замечал, что вот в идеальном случае 500 часов работает, идеально работающий мотор. Ну, от 400 до 500, в зависимости там от нюансов. Здесь возможно, что фильтр возможно воздушный немножко подзабит, потому что вряд ли здесь проблема с катализатором или с расходом масла. Небольшой пробег. У мотора достаточная мощность, то есть, как бы, ресурс. Чаще всего он двигается с использованием неполной мощности, далеко не полной, я думаю, сил 50 он чаще всего максимум использует при движении. Если по трассе, здесь похоже, что больше трассы 41 километр. Вот, но что можно сказать, если это не какой-то нюанс по эксплуатации, например, перед отбором пробы, там были совсем короткие поездки, несколько запусков холодных, которые налили вот столько масла, то в любом случае, я думаю, что помыть форсунки даже без съема с двигателя не помешает. А так, в общем-то, все нормально, гликоля нету, сажа тоже на нулевых уровнях, но эта трасса, в общем-то, дает о себе знать. Ну и особо вопросов к мотору нет. Ну, свежий автомобиль достаточно. Вот такой получился тест. Благодарю Владимира за предоставленные образцы, за поддержку канала. Все, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.